Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» и еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии ее ведущей Александра Крузе. Сегодня у меня в гостях народная певица, заслуженная артистка России Татьяна Петрова. Татьяна Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте, добрый вечер! Очень рад, что вы пришли к нам в студию, нашли время. Спасибо, что пригласили. Татьяна Юрьевна, давайте мы сейчас предложим нашим телезрителям посмотреть короткую видеосправку, после чего мы сразу продолжим наш диалог. Хорошо. Татьяна Петрова, российская певица, заслуженная артистка России. Родилась в поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области. Любовь к русской песне у Татьяны Петровой с детства. В 15 лет она выдержала конкурс за государственный уральский народный хор, в котором начала свою профессиональную карьеру. Затем Татьяна уехала учиться в Москву, где последовательно окончила музыкальную школу, отделение сольного народного пения музыкального педагогического училища имени Ипполитова Иванова, музыкальный педагогический институт имени Гнесиных и аспирантуру. Параллельно с учебой вела активную концертную деятельность в ансамбле народной музыки под управлением Дмитрия Покровского, а затем в качестве солистки Москонцерта. Татьяна Юрьевна награждена множеством общественных и церковных наград, среди которых Орден Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги Русской Православной Церкви за заслуги на поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних. Орден Святой Софии за личный вклад в становление национальной духовности, науки и культуры. Общественная премия «Сокровищница Родины» за истинное служение родной земле и людям. Медаль Императорского Ордена Святой Анны и многие другие. Обо всем подробнее прямо сейчас в музыкальной программе «Канон». Татьяна Юрьевна, наша программа выходит накануне Большого, Светлого, Православного праздника Рождества Христова. Поэтому я хотел бы у вас узнать, как этот праздник отмечается в вашей семье. Есть ли какие-то традиции? Традиции, конечно, есть. Ожидание рождения Христа в светлое таинственное время. И вот у меня, например, я живу теперь за городом, в деревне на истинской земле, около монастыря Аносинского, который называется «Женская пустынь». И моим соседом является Игорь Блинов, священник. У него четверо детей. И обычно после Рождества, после службы, начинаются калядки. И они все приходят ко мне калядовать, поют, вертеп показывают. Вообще это всегда такое удивительно. Готовишь им заранее подарки. И все то, что они делают, как новорожденные души, как преображенные во Христе. И это всегда такая радость, чудо. Вы знаете, вы сейчас рассказываете об этом празднике, и у вас глаза светятся вот этой вот радостью Рождества. 6-7 числа, конечно, обязательно пойдем на рождественскую службу. По милости Божьей причастимся. Будем радоваться, да. Давайте мы поговорим о вашем таланте, о котором просто нельзя молчать. Когда вы ощутили в себе этот дар, который очень важен и нужен всем людям? Когда вы ощутили в себе силу этого искусства? Просто я очень любила людей, любила природу. И в деревне, когда я была у бабушки, я очень любила петь. Уйду, я стеснялась очень. В поля, в горы. И пела в природе. Получала такое удовольствие. Но при этом вот в одном из интервью вы говорите, что голос не нужно жалеть. Вот именно по такому принципу вы существуете в профессии. Да, это Шаляпин сказал, что голос – это работа души и самого голоса каждый день, ежедневная. А вот такое какое-то удивительное проникновение в мир другой у меня было лет 13. Это был такой простой дождливый день на Урале. Я сидела на диване, читала книжку. И вдруг на какое-то одно мгновение все вокруг, все поменялось вокруг. И я почувствовала, словами это нельзя сказать, неизъяснимую красоту мира, того мира, которого я не знаю. Я никого не видела. Но это знание я получила. И что в жизни очень много забывается ведь. А вот это состояние, когда тебе надо настроиться, когда тебе надо преодолеть что-то, я всегда вспоминаю. Оно меня подкрепляет. Вот это не чудо, это какое-то внутреннее, я не знаю, как это назвать. Призвание, наверное. Внутреннее. Почувствовали свое призвание. Да, почувствовал, наверное, так. Словами я не могу это объяснить. Это необъяснимо. А вот основные этапы вашего становления, вот вы поняли это, что потом было? А потом была встреча с людьми, с учителями, работа. Я с 15 лет уже работала в Уральском народном хоре. И вот такое становление мне на пути попадались удивительные люди. Мишконин Константин, народный артист КССР. Владыка Иоанн Петербургский. Благословение, которое для меня и по сей день дорогого значит. Расскажите подробнее о знакомстве с Владыкой. Я знаю, что этот человек действительно очень важен в вашей жизни. Владыченька, митрополит Петербургский Иоанн, очень тепло относился ко всем. Любил всех, привечал, окормлял. Он был очень кроток. Свет от него ушел. И такая доброта и такая вера в нас шла, что невольно ты как-то приободрялся, становился чище и понимал его. И, вы знаете, милостью Божией я, митрополит Иоанн взял меня, два раза он брал меня на святую землю. Один раз это было, по-моему, в 80-е годы, первый раз. А что для вас значит поездка вот эта вот на святую землю? Ведь это испокон веков такая традиция существует, и не каждому дано. Да, и не каждому. Ну вот так, по милости Божией. А второй раз он взял меня в поездку за год до своей кончины в 94-м году. Это было, и она была вообще какой-то удивительной. На горе Фавор мы побывали. Владыка совершил литургию на Иордане. И когда литургия закончилась, погружением, всё, он благословил нас набрать в пластиковые бутылки воды из Иордании. Я ещё тогда усомнилась. Ну, думаю, она глиняная же вода, грязная, да, знаю кто бывал. Я взяла пластиковую бутылку послушно, привезла её в Москву и забыла на 5 лет. И когда я переезжала с квартиры, кухонные ящики разбирала, я воду так ни разу и не открывала. А вода там чистая, прозрачная, как слеза. Вот такое подкрепление. Да. И в этот раз, да, и в этот раз, в этом 94-м году, Владыченко совершил свою, одну из последних своих литургий в храме Гроба Господня. Но тогда православным ещё не разрешали служить. И это было ночью. Нам дали время с 3 до 5 утра. Нас окружали автоматчики. Но молитва была такая, такая внутренне наполнена такой силой, что вот она на всю жизнь тоже запомнилась. У Гроба Господня вместе с Владыченькой, да. Суета вокруг с автоматами, она не имеет значения, да. Да, да. А мы совершенно живы. Не было ни времени, ничего. Была только молитва и обращение к Богу России. Ну, я знаю, что вы ещё принимали благодатный огонь. Вы были прямо в этот момент, когда он сходил, да, в одной из поездок. Был благодатный огонь, да. Я сподобилась. Вот расскажите о своих эмоциях, о своих чувствах в этот момент. Это тоже чудо, потому что в этот момент понимаешь, что существуют совершенно нематериальные законы, что умываешься огнём. И такое ликование и радость, да, она укрепляет надолго-надолго. Хотя до этого такая, в общем, многое и переживаешь, и осуждаешь, потому что они... Вот, допустим, если это было бы в России, это было бы совсем по-другому. Это была бы тишина, благодать и ожидание. А там же все кричат, барабаны бьют. Да, и такое раннее христианское выражение, ликование. Это такая своя радость, да. Да, разная. И, в общем, когда ты себя пережидаешь, и, наконец, вот томишься, и вдруг огонь снисходит, и это такое чудо. Ой, не временно нынче спать, православная. Белый голубь, а в бою с чёрным коршуном. То, что горько нам сейчас вряд ли главное, было горше на Руси, было горше нам. Ой, не временно нынче ждать, православная. Время радость. Время радость скликать, время Бога молить, чтоб грехи отпустил. Белый, главное, чтобы силы дал нам беду отвратить. По церквам запустил. Давайте conspiracy. Отец. Время радость. По церквам запустил. Без пещеры. Дороги, два пути, оба пройдены, Добрый мир, родная кровь, все потоплено. Заповедана меч, веру с Родиной, Ну а мы распродали до профилей. Ой, невременный черпиц православную, Стыдно русскому просить подаяния. На своей родной земле люди добрые, Как оружию зову к покаянию, По церквам с русскенью пел, Без царя голова, без креста руха, Ну-ка, матушка, стань с колен, Надо сделать спасенье шаг. АПЛОДИСМЕНТЫ Возвращаясь к Ладыке Ивану, Ведь он же был таким знаковым мыслителем своего времени. Вот какие-то из его мыслей вам близки? Нет, Ладыченко, он в 90-м году стал митрополитом Петербургской епархии. Смотрите, вот он практически ведь только пять лет пробыл на этом поприще, четыре даже. И сколько он за это время делал? Какое время? 90-е годы, да? Само начало. Да, да. И он в своем служении следовал заповедям московского святителя Филарета, который говорил так, люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества и гнушайся врагами Христа. Он был очень кроток, он собирал нас, он любил всех, он объединял всех именно в любви к Христу, к России. Объяснял. Ведь за это время, знаете, как это было трудно. Он за четыре года в три раза увеличилось количество епархий в Петербургской области. Сколько создано было издательство «Царское дело», сколько было... Он участвовал очень активно. Во-первых, он написал свои труды, почти шесть томов, ключи разумения, самодержавие, вера. Ну, то есть, вот его труды – это как завет сегодняшним нам. Когда его не стало, ну, в журнале «Нашего современника», например, говорили, что люди просто молчали, плакали и говорили, ну, умер наш Гермоген. Его слово, вот в то время, оно нужно было, такое слово, что он говорил о том, что всё, цивилизации разделились. Запад, навязывающий нам ложное примирение, ложную христианскую мораль – это одно. Но они используют нас для того, чтобы провести свой антихристианский порядок. Ну, так оно и есть. И похоронили его очень скромно в Александр-Невской лавре. Но вся лавра была наполнена любовью, потому что пришли и приехали, это всё тут, его духовные чадо, и из Самары, и со всех уголков России. Простой крест, простая табличка до сих пор, но она вся наполнена любовью, потому что и зимой, и летом она вся усыпана цветами. Потому что он дарил свою любовь. Да. Есть Акафис, это значит, мы всегда на молитвенной связи с Ладыченькой. И вот есть… А вы, кстати, вот чувствуете его поддержку? Да, особенно, когда Акафис. И вообще, когда я нарушаю его благословение, молитвенно, конечно, обращаюсь, когда читаешь Акафис. Ну, вот, например, Владыка благословил меня не… Он сказал, делай своё дело, вот то, что ты делаешь. И никуда в сторону не иди. Потом я стала благословить… Утешай людей, как он говорил, да? Утешение. А я… У меня было столько сил, и я хотела ещё утром… Думаю, ну как же, вот утро, концертов нет, что же делать, надо, наверное, попеть. А петь где? Ну, конечно, в храме. Попросил у Владыки благословения записаться в церковный хор. Он опять сказал, нет, делай своё дело, оно силы потребует. Странно, а почему он так? Ну, ему виднее дал. И когда я нарушила благословение и всё-таки пошла в храм воскресенья Славущего, около которого я жила на Тверской, в переулочке Неждановой, меня не взяли в хор. Я думаю, ах, вот ты, ослушалась. Ну, наверное, я думаю, что Владыка… Ведь в храме надо петь совсем молитвенно, отрицаясь от себя. Это не так просто. Это уже другая сторона жизни. Ну да, на сцене у вас немножко по-другому. Да. И потом вы, когда поёте, вы такой подтекст вкладываете в песню, что это, наверное, можно сопоставить разве что с молитвенным настроем. Вот у вас какое-то особое отношение к слову, к песне. Когда вот этот путь для себя обнаружили? Вы же начинали просто как народная исполнительница. Да. Притом вы формировались же в советских реалиях, атеистических реалиях. Вот хороший вопрос. Спасибо, Заш. Ну, это всё от того, от веры всё. Вот как народная исполнительница. Значит, Григорий Богослов как сказал народ? Что народ – это собрание богочтителей. Так? А если ты Бога не чтишь, значит, ты не народ, а население. Да? А если ты население, значит, у тебя ничего нет. Ты сегодня здесь поживёшь, завтра там. А если ты уверовал, если ты стал богочтителем, значит, ты сможешь развиваться как личность. И все те дары, которые тебе Господь дал, творчески развивать. А другого пути нет теперь уже. Либо ты на стороне Христа, либо антихриста. И вот это такое постепенное познание веры. Ну, у каждого оно разное. Ну, мне, может быть, вот какая-то, да, на один потолок. Может, я и выше не поднимусь. Но то, что я сейчас понимаю, вот эту грань чёткую о том, что есть душа душевная, то есть вот народная, но богочтимая. Но душа душевная, она может обладать и чувственностью, и страстями. Так ведь? А душа духовная – это уже вера, да, и молитва. Духовное состояние. А как ты духовного состояния добьёшься, если ты нарушаешь… Надо вот этот душевный путь пройти. Надо душевный путь пройти, да, и понять, что такое духовное. Да, духовное оно во внутреннем состоянии. И вот даже в народной песне вот этот путь от языческой христианства, он так виден, как вот эта вершина идёт к вершине народа. Языческое – это культ, это жричество, это медитация в каком-то, воспевание сил природы, да. А духовное – это уже высочайшее состояние души, оно непознанное. Мы не можем его объяснить в чувствах, но это самое высокое состояние духа, которое ты обретаешь только в богознании. Я даже вот мне очень не нравится это слово «мировоззрение», а вот лучше «богознание», мне кажется, это точнее. Это точнее, но просто «мировоззрение» – это, наверное, для населения. Это мировоззрение, да. А для народа, наверное, да. И вы знаете, вот даже медленная… вот русская культура, вот русская классика, она отражается медленными темпами. Да, и медленные темпы, вот на самом деле даже такие великие, иностранные великие, Вагнер, Бетховен, вот сегодняшний скрипач Минухин, он говорит, только русские могут держать медленный темп, не боясь того, что зрители, слушатели станет скучно. Потому что русский темп, он обличает пустоту, если ты его не видишь, а внутренне на полность, она заставляет человека как бы соблюдать этот темп. И только в медленном темпе вечность. И в народной песне то же самое говорили. Вот народные исполнительницы, они, допустим, как характеризовали, они говорят, ну, раньше голоса там как водили, 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 и они говорили, что народная песня, она как речка бежит с заводями, с извилинами, а современная песня, как чугунка по железке трясется. Понимаете, а если в медленном темпе время, нет времени, есть вечность, значит, это правильный путь. Какой у вас философский путь артиста? Не каждому он дам тоже. Ну, это не философский, это просто познание, интерес. А как без этого? Ну, пусто же повторять каждый день одно и то же, и ты уже становишься имитатором. Ну, это как-то... Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Канон» заслуженная артистка России Татьяна Петрова. Предлагаем вашему вниманию посмотреть небольшой видеофрагмент, а наш диалог с Татьяной мы продолжим ровно через неделю. Оставайтесь с нами. В этой деревне огни не погашены, ты мне тоску не пророчь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Светятся тихие, светятся чудные, слышится шум полыни. Светятся тихая зимняя ночь. Кто мне сказал, что в омгле заметеленный глохнет покинутый лун? Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал вдруг? Кто это выдумал вдруг? Кто это выдумал вдруг? Ты мне тоску не пророчь Светлыми звездами не одно крашено Тихая зимняя ночь В этой деревне огни не погашены Ты мне тоску не пророчь Светлыми звездами не одно крашено Тихая зимняя ночь Тихая зимняя ночь Тихая зимняя ночь Тихая зимняя ночь